Всем привет! Это снова Принт ТВ и у нас обзорная пятиминутка. Все, что мы видим сейчас в телефонах, нужно углубить, расширить, сделать лучше и красивее. Экраны становятся больше, процессоры мощнее и вот эта постоянная гонка подстегивает производителя делать все более и более дорогие вещи. Компания Nokia уникальна чем? Тем, что они выпустили еще один телефон, который не подходит ни под одну из этих категорий. Это совершенно типичный представитель среднего класса телефонов, как по цене, так и по тем характеристикам, которые заложены внутри него. Давайте посмотрим. Сегодняшний наш герой Nokia 500. Телефон поставляется в двух цветах черно-белый. Помимо этого, к каждому из них идут такие две сменные панели. Всего их три. Что еще было в комплекте? Я уже все открыл, все подергал, все попользовал. Вот такой микро-USB кабель. Совершенно обычная старая добрая зарядка с узким, тоненьким входом, прошу прощения. Помимо этого, есть вот такая гарнитура. Она дюжа простая, проще некуда. В общем, ничего особо интересного в комплекте нет. Помимо этого, конечно же, две книжки. Гарантийный талон. Ну и, пожалуй, все. Все. Меняются панельки довольно просто. Все сдергивается вниз. Панелька снимает. Надевается другая. Я выбрал самую, на мой взгляд, приглядную. Поэтому пусть будет пока она. Ну что, давайте посмотрим, что здесь внутри. Телефоном я пользуюсь уже две недели, поэтому могу сказать свои впечатления. Вот его использование. Кратко пробежимся по корпусу, из чего он сделан и каков он на ощупь. Диагональ дисплея здесь 3,2 дюйма. Покрытие верхнее глянцевое. Чем это хорошо? Тем, что вроде красиво, но красиво, опять же, когда чисто. Похнем, что очень сильно марается. Ну и, в принципе, ну, особо ничего плохого я в этом не вижу, но марается он очень сильно. С левой стороны у нас нет ничего. С правой стороны у нас расположено качель громкости и кнопка блокировки телефона. Снизу у нас отверстие для шнурка. На верхней грани мы видим 3,5 мм звуковой выход. Самый стандартный микро-USB разъем для подключения к компьютеру и одновременной зарядки. И отверстие как раз-таки для зарядного устройства, стандартного УСКУГО. На задней панели у нас сделаны из покрытия софт-тач, как и все две другие панельки сменные. Также мы видим отверстие, глазок камеры 5 мегапикселей без вспышки. И рядом с ней, точнее, отверстие динамика. Снизу вот такой лейбл. Несен Nokia 500. Давайте снимем крышку, посмотрим, что у нас в батарейном отсеке. Здесь мы видим камеру, динамик, защищенный сеточкой. Емкость батареи составляет 1100 мА. От батареи мы видим два слота. Первый для карточки памяти с максимальным объемом до 32 гигабайт. А второй для сим-карты. Сим-карта здесь стандартная. На передней панели мы также видим в верхней части над логотипом отверстие динамика. Для разговора. В нижней части три кнопки. Это кнопка меню, либо домой. Кнопка сброса и кнопка подбора звонка. Включаем смартфон, нажав кнопку сброса и поддержав ее. Процессор с тактовой частотой 1 гигагерц. На борту 2 гигабайта встроенной памяти. Операционная система Android 2.net. Нет здесь никакого андроида. Здесь совершенно обычная Symbian Anno установлена. Ничто иное, как продолжитель Symbian 3. То есть это и есть Symbian 3. Тем не менее, обновиться совсем не сложно. И большинство людей, кто уже использовал данный телефон, советуют сразу же поставить себе Symbian Bay. Дескать, ваши характеристики удобства повысятся в разы. Тем не менее, мы сейчас юзаем телефон на стандартный Symbian Anno. Поэтому ничего сверхъестественного здесь мы не увидим. Единственное, мы можем поговорить непосредственно о работе самого аппарата. Что у нас имеется? Совершенно стандартный Symbian Anno с тремя рабочими столами, со стандартными иконками и виджетами. Ничего сверхмеры я сюда не устанавливал. Пользовался в основном тем, что уже есть и тем, что мы имеем с самого начала. Да, в стоковом, опять же, варианте. В данном аппарате используется дисплей диагональю 3,2 дюйма, как я уже упомянул. Разрешение 360 на 640 точек. Число пикселов на дюйм 229. Экран здесь емкостный. То бишь, поддерживающий технологию Multi-Touch. Мы можем проверить ее работоспособность, допустим, в тех фотографиях, которые были здесь сделаны, либо на любых загружаемых суда картинках. Вот одна из фото, которые я сделал сегодня утром. Как мы видим, Multi-Touch работает. Задержка небольшая есть, но мы сейчас проверяем непосредственно работоспособность Multi-Touch. Как мы видим, что все работает в пределах разумного. Экран отображает 16 миллионов цветов. Углы обзора хорошие. Выцветаемость на солнце практически отсутствует. В общем-то, не бог весть, какой экран. Приятно, что есть Multi-Touch. Но что касается его яркости и насыщенности цветов, сравнивать с флагманскими моделями не приходится. Ну, это может быть и не нужно. Одна из изюминных телефонов, на которую маркетологи Nokia делают больший упор, это процессор, который используется в данном аппарате. А в данном случае мы имеем дело с ARM11, с тактовой частотой 1 ГГц, который должен заставить эту машинку летать, просто-таки покоряя просторы интернета и всего остального. Тем не менее, имея дело с Сибиан Анна, вот тестируя его две недели, я не заметил сверхсильной скорости. Реакция на касание у экрана хорошая, здесь нареканий особых нет. По скорости работы вы можете видеть, что задержка небольшая есть, но тем не менее, все плавно и без особых лагов происходит, да, меняются рабочие столы. Как вы заметили, датчик положения присутствует, также в наличии датчик освещенности. Технологии передачи данных, телефон поддерживает практически все современные, то бишь, начиная от 3G, Wi-Fi, Bluetooth, заканчивая такими вещами, как GPS, да, в телефоне есть навигация. То есть, грубо говоря, мы имеем набор всех современных технологий вот в таком небольшом аппарате. Фотовидеокамера на борту 5 мегапикселей, не оснащенная автофокусом и вспышкой, соответственно, на это упор производители не делали. Что касается непосредственной работы с самим телефоном, ничего сверхъестественного здесь, я думаю, для вас не найдется, если вы когда-либо использовали Nokia на Symbian 3. Совершенно стандартное меню, используется привычный набор символов и иконок, также виджетов, которые вы можете внести на рабочий стол. Например, работа с набором номера ведется вот через такой экран, который вы тоже уже могли где-то видеть. Что касается набора текстовых сообщений, сейчас мы в них зайдем, посмотрим. Встроена стандартная QWERTY клавиатура, которая, не скажем, что очень плохая, но и не очень хорошая, самая обыкновенная. Касательно непосредственно данного аппарата, возникали некоторые проблемы с тем, чтобы набрать буквы из крайнего ряда, потому что вместо буквы И зачастую выходит буква С и не хочет на И переключаться, так скажем. Единственное, что здесь хотелось бы заметить, не совсем понятная ситуация с переключением языков. Почему не реализована до сих пор возможность быстрой смены языков? Возможно, где-то и есть, но у меня, допустим, это получается с трудом, через стандартное меню, функции ввода, язык ввода, бла-бла-бла, переключаемся на английский. И на просторах интернета нас поджидают множество вещей, которые мы хотели бы посмотреть, и часто они бывают в флеш-формате. Я хочу вас обрадовать, в данном телефоне присутствует флеш 4.0, который позволяет нам просматривать флеш-анимацию, флеш-ролики на любимом нами YouTube, ВКонтакте и в других видео-музыкальных хостах, каких бы еще ни было. Я предлагаю сейчас сделать такой небольшой экспромтом-тест, то бишь мы подключим сейчас Wi-Fi, который есть и работает, и радует, да, подключено. Используем предустановленное приложение YouTube, всем нам известное. Сейчас зайдем и просмотрим какой-нибудь видеоролик. Кстати, просмотр видеороликов здесь доступен в качестве 360 пи максимально. Так, вот мы имеем что-то уже ранее найденное. Реклама Wikileaks. Как вы могли видеть, все работает, довольно быстро погружаются видеоролики. То же самое, если мы найдем любой другой видеоролик, и захотим его просмотреть, допустим, какое-нибудь музыкальное видео, как это делается. Вот таким образом. Так, ждемся, ждемся. Сразу можно будет и громкость посмотреть. В общем, вот так все это происходит. Звук такой грязный, не потому что плохой динамик, а потому что видео записано и кем-то, и выложено на YouTube. Скорее всего, записано на телефон с концерта «Хорошие панковые группы». И в качестве итога от себя лично. Данный телефон стоит тех денег, которые за него просят в магазинах сейчас. Цена на данный аппарат 6,5-7 тысяч рублей в рознице. За эту цену мы получаем полноценный смартфон с процессором в 1 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, довольно широкий функционал, упирающийся в рамки своей операционной системы. Поэтому вот такое вышло у нас сегодня знакомство. Спасибо за внимание. До новых встреч. Они однозначно будут. Пока.